Лубнинские школы становятся современнее. В рамках программы «Образование Подмосковья» в школах региона проводят модернизацию. Какие изменения ждут некоторые из городских школ, узнаем у Дины Архиповой. В прошлом году в школе искусства отремонтировали несколько кабинетов. Начали замену деревянных окон на пластиковые. Кроме того, в рамках программы «Культура Подмосковья» были закуплены 9 пианино, 6 аккордеонов и 7 баянов. Чтобы послушать, как учащиеся играют на новых инструментах, посмотреть, как организован учебный процесс сейчас и обсудить планы на предстоящий 2021 год, школу искусств посетил глава города Евгений Смышляев. Он отметил, что перед администрацией стоит задача не только модернизировать учреждения дополнительного образования, но и увеличить число обучающихся в них, предоставить возможность заниматься творчеством как можно большему количеству детей. Приобретение, конечно же, музыкальных инструментов – это очень важная программа, очень нужная. Сегодня мы посмотрели, как дети используют это новое оборудование. Стоит задача увлечения, охвата детей, которые посещают школу искусств. И, конечно, мы должны быть готовы к тому, чтобы те дети, которые дополнительно к нам придут, чтобы, соответственно, были возможности для их обучения, и классы, кабинеты, и, конечно же, музыкальные инструменты, и инвентарь. В планах продолжить закупку инструментов. Приобрести хотят новую скрипку, виолончель, домру и балалайку. В этом году также планируют провести ремонт еще нескольких помещений, обновить входную группу и въезд в школу, уложить плитку, установить новые ворота и калитку. В рамках проекта «Современная школа» в образовательных учреждениях города основное внимание сейчас уделяется сохранению тепла в помещениях. Поэтому в учебных заведениях проводится поэтапная замена деревянных оконных блоков на пластиковые. Для выполнения программы по физической культуре в полном объеме продолжаются работы по обустройству спортивных зон и установке нового оборудования. План работ на 2021 год Евгений Смышляев обсудил с директором школы номер два, которого посетил в тот же день. Он пообщался с преподавателями и учениками, осмотрел учебные помещения и ознакомился с организацией питания в школьной столовой. Я всегда все ем. Мне нравится, как здесь все готовят. Ну что, борщ вкусный, все нормально. Здесь все вкусно. Ну, макарошки, гороховый суп, картофельное пюре, чай. Много чего? Каши, чай, какао, много чего. Каши и, конечно же, омлетик, макароны с сосиской и еще очень много чего. В прошлом году в образовательном учреждении провели косметический ремонт нескольких кабинетов, ряд работ в спортивном зале, раздевалках, туалетах и душевых кабинах. В 2021-м здесь планируют обновить холл, коридоры, продолжить работу в спортзале и кабинетах, заменить окна. Кроме того, обустроят уличную территорию и отремонтируют крыльцо эвакуационного выхода. А в пунктах приема экзаменов установят камеры системы видеонаблюдения. В планах также приобрести новое оборудование для внеклассных занятий.